Здравствуйте! В эфире программа «Неделя спорта» в студии Наталья Зайцева. Короткая рабочая неделя не помешала спортсменам блеснуть медалями. Одни открыли сезон соревнований, другие, напротив, подвели итоги уходящего учебно-тренировочного года. На новом месте в новом сезоне джиперы распечатали грязевые спецучастки. Пируэты на лезвиях фигуристы исполнили сложные программы на льду. Бесконтактный бой масс-рестлинг свел у опорной доски борцов. Бой сидячей работе. Спартаке до предприятий собрало работников на стадионе. Ханкайские грязи размесили джиперы. Впервые сезон любителей триала начали за пределами родного округа. Новый лес, новые спецучастки, но опытные экипажи показали зрителям шоу. Подвигами на колесах восхищались и мы через объектив камеры. Это первая гонка в этом сезоне в Приморском крае. Заявилось у нас 23 экипажа на сегодняшний момент. Здесь разыгрывается путевка на финал, который состоится 27-30 июля под Уссурийском. Оттуда люди поедут в Малайзию. То есть разыгрываются путевки на чемпионат мира. На данной трассе использовали чисто природный ландшафт, не строили никаких искусственных препятствий. Этого хватило для подготовки трассы. Небольшая ошибка, конечно, пилота. Начал, конечно, за это он еще получил чуть-чуть. А так как бы, ну, чисто техническая ошибка пилота. До этого мы выступали в класс медиум, только у нас машина была АТВ, это мототехника. Ну, время идет, как бы, нужно уже более серьезно подходить к этому виду спорта. Поэтому уже решили взять машину на базе джименика, ну, и построить полностью спорткар, подготовленный, ну, данного вида соревнований. Обычный вывесной этап. Первый раз такой этап едем. Страшно было немного. Ну, вот, брат штурман поддержал, на веревках прошли, вывесились. Как здесь трасса? Хорошая, интересная, немного лебедок, это радует, особенно для нашего экипажа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Уссурийские фигуристы соперничали на домашних соревнованиях. В ледовой арене встретились спортсмены из городов Дальнего Востока. Свои программы судьям продемонстрировали и малыши, и опытные участники, кандидаты в мастера спорта. 231 спортсмены из Уссурийска Артема Владивостока на охотке Большого Камня Хабаровска, Сахалина и Читы вышли на скользкую площадку. Три дня спортсмены резали лед. Соперничали фигуристы разных возрастов и уровней подготовки. Серебро и золото смогли завоевать воспитанники клуба «Айс». Награда высшего достоинства у юной фигуристки – шестилетняя Виктория Андреевой. Копилку клуба с золотом также пополнили Мария Гришина, Алина Косымова, Софья Криштель и Анастасия Юрьева. Серебро блеснули их одноклубницы Анастасия Бабак, Маргарита Камашинская, Марьяна Османова и Ангелина Сыровацкая. Бронзу в Уссурийске оставила воспитанница Ксении Маргачевой Арина Хисманова. Сейчас уссурийские фигуристы готовятся к выездным соревнованиям. Команда выступит на окупке мэра в городе Артеме 20 и 21 мая. Якутская забава, мастердысы покоряют Приморье. Сегодня эта борьба известна под названием масс-рестлинг и имеет армию поклонников. В Уссурийске тоже есть последователи поединков у доски. В нашем городе прошел турнир, где силой, тактикой и мертвой хваткой соперники доказывали свое превосходство. Масс-рестлинг, перетягивание палки. Национальный спорт Якутии в 2003 году официально пополнил реестр российских видов. И уже два года, как бесконтактная борьба, официально вошла в спортивную жизнь уссурийска. Игорь Цыплаков один из первых уссурийских последователей масс-рестлинга. Будучи пауэрлифтером, Игорь применил физические возможности своего тела в борьбе. И стало ясно, что одной силы в этом виде спорта недостаточно. Техника. Главная техника в масс-рестлинге. Если ты будешь просто ходить, то тебя могут вытянуть. Около полусотни человек боролись у барьера. В руках каждого участника палка. Именно с помощью этого снаряда решалась судьба победителя, потому что палку надо сохранить в руках. Или с ее помощью перетянуть противника на свою сторону опорной доски. Поединок длился до победы в двух раундах. Самый продолжительный бой шел две минуты. Здесь никто не дерется, но ты здесь борешься. Здесь нужна сила и скорость. Надо считать все. То есть ты сильный, тут не вывезешь. Тактику не расшитаешь тоже. Сила хвата, скорость, выносливость. Ты один раз поборешься, где дыхалка не хватит. Одной дырой тоже куча компонентов. То есть надо быть полноценно физически развитым. В масс-рестлинге есть свои весовые и возрастные категории. В итоге сильнее своих оппонентов оказались Игорь Цыплаков, Вячеслав Осминин, Антон Новиков, Андрей Разломний. Прервемся на короткую рекламу. Далее в выпуске поговорим о боевых искусствах в нашем регионе и о нестандартных соревнованиях собак. Продавцы, системные администраторы и методисты стали соперниками. Спартакиада предприятие уравняло всех на стартовой черте. Восемь команд в этом году выясняли, кто сохранил лучшую физическую форму. При этом опытные составы встретились с дебютантами соревнований. Еще до начала официального дня спартакиады работники начали зарабатывать очки в игровых видах спорта. Первыми старт взяли волейбольные и футбольные команды предприятий. В этом году состав участников пополнили работники «Велазера». Дебютанты на равных сражались во всех дисциплинах с опытными коллективами. Кстати, один из немногих старожилов турнира «Ледовая арена» каждый год обходится без подставных спортсменов и силами работников закрывает все этапы спартакиады. Основной соревновательный день спартакиады выпал на выходной и начали его участники в бассейне. Спустя час заплывы закончились и водные дорожки сменились беговыми. В программе соревнований было два упражнения из легкой атлетики. Бег на разные дистанции и затем прыжки в длину. Одновременно в крытом зале работники проверили остроту своего зрения и меткость. Мишень для дартса помогла определить самых зорких участников. Бок о бок с дартсменами играли теннисисты. Соперничали представители команд в настольном теннисе. По соседству шла игра в бадминтон. Сразу на нескольких площадках участники сыграли у сетки. Маленькие ограждения сменило одно большое для волейбола. В итоге к вечеру стало ясно, что среди коллективов, где работают больше ста человек, лучшим стала команда у ЛРЗ. В малочисленных компаниях до ста человек – золото у товарищества ТК. Уссурийские спортсмены приняли участие в дальневосточных юношеских играх боевых искусств. Уже второй раз представители единоборств со всего региона встречаются в Хабаровске. Схватки прошли в греко-римской и вольной борьбе. В рукопашном бою карате, кудо, грэплинге, панкратионе, джиу-джитсу, тхэквондо, ушу-сэнда и впервые в программу игр включили КПРУ. От нашего города в играх приняли участие борцы джиу-джитсу и представители федерации ушу. В копилке борцов бразильского джиу-джитсу 8 медалей. Бронза у воспитанницы Романа Андросова Елизаветы Маштановой. Сменяли друг друга на второй ступени пьедестала у Сурицы Алексей Масолов, Василий Гаврилов и Анна Синица. Медали высшего достоинства заработали Максим Девичинский, который в финале одолел спортсмена из Хабаровска. Также Дмитрий Пожедаев. Он смог побороть в решающей схватке оппонента из Благовещенска. И сразу два золота на свой счет записал Сергей Андросов. В двух весовых категориях Сергей боролся в финалах с хабаровчанами и стал лучшим. При этом в одной из схваток ему пришлось встретиться со спортсменом на 15 килограммов тяжелее себя. Воспитанники уссурийского отделения Федерации бразильского джиу-джитсу сейчас готовятся к домашним соревнованиям. 13 мая пройдет заключительный турнир в учебно-тренировочном году. После спортсменов ждут летние сборы. Также за медали уссурийцы боролись в Ушу Саньда. И сразу комплект привезли воспитанники Федерации. Только в разных весовых категориях. Золото у Рамсана Зульпикарова, серебро у Михаила Кулинич и бронзовую награду в наш город привез Рашид Зульпикаров. И закроем выпуск совершенно нестандартными состязаниями. Мало того, что сила совершенно здесь не важна, так еще и участники ходили только на четырех конечностях. А их стойку, красоту, грациозность и правильные параметры проверяли эксперты международного класса. Выставка собаку «Сурийский талинсман» собрала лучших представителей пород в нашем городе. Ринг не для боя, а для демонстрации красоты. Именно для этого он нужен четвероногим красавцам. Здесь они мерились не силой, а своей изящностью, холенностью и идеальными параметрами. Всего 250 участников соперничали на общепородной выставке «Уссурийский талинсман». Помимо этого в ринг выходили участники 11 специализированных монопородных выставок. Татьяна Мирошникова со своими мальтезами одна из участников монопородной выставки. Шерсть белоснежных миниатюрных собачек буквально струится. Но для судей важна правильная стойка, размер участника, прикус, количество зубов. Все внешние параметры играют роль в вердикте экспертов. У Татьяны поистине счастливый день. На счету ее питомцев сразу несколько титулов «Лучший юниор», «Лучший юниор девочка», «Лучший кобель» и «Бис монопородной выставки». Обычно в жизни они ходят в так называемых папильотках. Шерсть заматывается в определенные бумажки, вид не очень приглядный, поэтому приходите на наших мальтезы смотреть лучше на выставке. А домашний уход сложный, довольно-таки трудоемкий. Ну, если вы хотите собачку для дома и в стрижке, это будет вам очень хороший домашний любимец. Среди участников есть собаки, которых нечасто встретишь на улицах города. Например, это малышка породы азовак. Ей всего год и четыре месяца, но она успела стать юным чемпионом страны, Евразии и финалисткой нескольких конкурсов в Поднебесной. Несмотря на хрупкое телосложение, эта красавица предназначена для охоты и может быть довольно агрессивной. В группе борзых мы находимся, в десятой группе, догоняющихся за кроликом. Ну, их стараются вообще, конечно, к животным не стравливать. Вот, потому что это еще порода не сильно селекционирована и очень близко у них расположен волчий ген. Вот, поэтому стараются, чтобы собака все-таки, если работала, то она искусственного кролика. Пушистые и гладкошерстные, большие и миниатюрные. За пару дней выставки в ринге прошли представители сотни пород. Но лишь одни собаки молчали весь конкурс. Да и в принципе они так живут всю жизнь. Басанджи, африканская нелающая собака, давно стала любимицей во всем мире. В Африке они охотятся, но, видимо, там охота имеет свои особенности, там нужна нелающая собака. Здесь у нас, конечно же, компаньон. На общепородных смотрах собака завоевала титул чемпиона России. На специализированных выставках получила титул чемпиона национального клуба породы. На этом выпуск завершен. Не пропустите грядущие спортивные выходные и проведите их активно. А мы покажем лучшие моменты в пятницу в 20.00. Это была программа «Неделя спорта». С вами была Наталья Зайцева. До встречи.